С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 20 марта. Сегодня много всевозможных специализированных дней. Начнем с международного дня счастья. Организация объединенных наций предлагает всем людям, независимо от их возраста, а также всем учебным заведениям, компаниям и правительствам отмечать этот день именно 20 марта и быть хотя бы один раз счастливыми. 20 марта во многих странах также отмечается День Земли, учрежденный ООН, праздник, в который человечество задумывается о глобальных проблемах, угрожающих благополучию самих людей и планете в целом. В этот день речь идет не столько об экологическом аспекте, как в другие подобные праздники, сколько о значимости мира во всем мире. Кстати, во многих странах 22 апреля отмечается так называемый Международный День Матери Земли, который посвящен экологическим проблемам. Вот почему этих Дней Земли несколько. Всемирный День Астрологии отмечается 20 марта. Идея праздника возникла в конце 20 века и принадлежит западным астрологам. Указанная дата означает начало астрономического и астрологического года. В этот период Солнце вступает в знак Овна. За последние годы астрология пользуется невероятным успехом. Многие публичные люди, политики и бизнесмены без совета в астролога и шагу не могут вступить. Но стоит ли доверять свою судьбу астрологам? Вопрос открытый для каждого. И еще сегодня Международный День Франкофонии всех поклонников и любителей французского языка. День отмечается как содействие его распространению, популяризации французской культуры, а также культуры франкоязычных стран. В настоящее время Международная Организация Франкофонии объединяет 84 государства и правительства, 58 членов и 26 наблюдателей. Но согласитесь, что французский язык один из самых красивых в мире. Некоторые называют его языком любви. У родившихся в этот день 1828 год в этот мир приходит Генрих Ипсон, норвежский драматург. Российским театралом наиболее знакомы такие пьесы Ипсона, как «Кукольный дом» и «Привидения», а также «Пергюнд», музыку для которой впоследствии, оформленную двумя осюитами, написал композитор Эдвард Грик. В прежнее время Ипсон был бы пророком, и это чистая случайность, что он писатель. Так написал о нем молодой Корней Чуковский в 1908 году. По меркам того времени смелое заявление. Сто лет назад Ипсоном в России не просто зачитывались, вокруг его имени сложился даже своего рода культ. Винсент Ван Гог родился в 1853 году. Художником он стал только к 30 годам, и за семь лет написал почти 800 картин и еще больше рисунков. В 1890 году отправил в Брюссель на выставку шесть картин. Одну из них, «Красные виноградники», за 400 франков купила Анна Бог, сестра Евгения Бога, друга Винсента. Считается, что это единственная картина, которую смогли продать при жизни художника. Но это не так. Среди писем Те упоминаются другие картины Винсента, которые удалось продать. Святослав Риктор родился в 1915 году, легендарный пианист. Он не получил никакого музыкального образования, нигде не учился. И мне сказали, что такой вот юноша хочет поступить в консерваторию. Он сыграл Бетховена, Шопена, и я прошептал окружающим «По-моему, он гений». Так говорил о нем Генрих Нейгаус, русский советский пианист и педагог. В 1933 году появился на свет Александр Городницкий, поэт, бард, океанолог, академик. А в 1948 году российский композитор и певец Александр Морозов. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1815 году Наполеон возвращается в Париж из изгнания на острове Эльба, чтобы начать свое последнее стодневное правление, которое закончится поражением и ссылкой. 1852 год. Опубликован роман Гретты Бичерстоу «Хижина дяди Тома». В первую неделю продают 10 тысяч копий и 300 тысяч в первый год. В Великобритании полтора миллиона экземпляров продают за один год. Это фантастика. 1912 год. Дано разрешение на установку первой в Петербурге световой рекламы. В мемуарах историков Петербурга читаем «Много внимания уделялось и рекламе. В облике города она занимала видное место. Чего тут только не было и употребляйте пилюли ара и перуин для ращения волос и многое-многое другое». Световая реклама помещалась на высоких домах улицы. Практически как сейчас. 1917 год. Согласно приказу, императорские театры переименовываются в государственные. Все портреты императора убираются, все геральдические знаки империи. Орлы и короны сбиты. 1933 год. Введена в строй радиовещательная станция имени Коминтерна. В то время крупнейшая в мире. 1995 год. В утренние часы пик в токийском метро религиозной сектой Аумсинрюкё, организация запрещенная на территории Российской Федерации, был распылен газ Зарин. По разным данным, погибает от 10 до 27 человек. Более 5000 получают отравления различной степени тяжести. Ну и последнее. Сегодня Международный день без мяса. Инициатором этого дня стало движение за права сельскохозяйственных животных в США. Сторонники вегетарианского питания призывают граждан, ну хотя бы один день провести на растительной пище. Примечательно, что Международный день без мяса активно поддерживают предприятия общественного питания и супермаркеты. В этот день кафе и рестораны предлагают клиентам блюда из продуктов растительного происхождения, а с прилавков буквально исчезают мясные полуфабрикаты и деликатесы. Правда, ненадолго. Конечно, стопроцентного рецепта правильного питания, наверное, не существует. Но, может быть, кому-то нужно попробовать? Хотя мясоедам, а к ним отношу себя и я, сделать это весьма сложно. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.